Подземные воды, болота, ледники. Подземные воды, болота и ледники – важнейшее хранилище воды. Вы уже знаете, что они содержат большую часть пресной воды на нашей планете. Как добыть воду из-под земли? Просачиваясь через водопроницаемые породы, дождевая леталая вода достигает водоупорных пород. Так образуется водоносный слой. Чаще всего водоносные слои состоят из песка или гравия. Когда водоносный слой выходит на поверхность земли, образуется родник. Часто родники бьют на дне рек и озер, поэтому подземные воды являются одним из важных источников их питания. Иногда воды, вытекающие из-под земли, содержат различные соли. Такие воды называют минеральными. Проще всего набрать воду там, где она выходит на земную поверхность. Например, в родниках, источниках, которые в изобилии встречаются на склонах речных долин и оврагов. Иногда достаточно выкопать колодец на такую глубину, чтобы он достиг верхнего водоносного слоя. Этот слой называют грунтовыми водами. С большей глубины воду можно заставить подниматься на поверхность самотеком. Для этого нужно соорудить артезианскую скважину. Она может быть построена только там, где водоносный слой лежит между двумя водоупорными пластами. А межпластовые воды полностью заполняют водоносный слой и находятся под давлением. Когда артезианская скважина прорезает верхний водоупорный пласт, избыточное давление выталкивает воду наружу. Струя воды может довольно сильно бить из-под земли, образуя фонтан. Так же действуют и природные артезианские источники. Только вода в них пробивается на поверхность не через искусственные скважины, а через естественные трещины. Как связаны подземные воды и болота? Болота чаще всего встречаются на плоских равнинах и замкнутых впадинах в тех областях, где осадка выпадает больше, чем может испариться. В умеренных широтах, где проживает большая часть населения нашей страны, заболоченные участки нередко покрывают поймы и дельты рек. В болото превращаются зарастающие пруды и озера. Кроме атмосферной влаги, такие болота питаются за счет разливов рек, а также за счет подземных вод. Основная растительность этих болот – осоки, камыши, хвощи из деревьев, ива, ольха, береза. Также болота могут образовываться на водоразделах, где подземные воды подходят близко к поверхности. Особенно часто уровень подземных вод повышается на месте вырубок или пожарищ. Основные растения болот на водоразделах – сфагновые мхи. Они удерживают влаги в 20 раз больше, чем их собственная масса. Кроме мхов здесь растут вереск, голубика, клюква. На болотах образуется слой полуразложившихся растительных остатков торф. Раньше торф был одним из основных видов топлива. В настоящее время его используют как удобрение. Чем различаются горные и покровные ледники? Вода ледников, в отличие от подземных вод, пока почти не используется человеком. Во многом это определяется труднодоступностью ледников, расположенных в горах или за полярным кругом, где летом снег и лед не тают даже на равнине. Такие ледники называют покровными. Например, ледники Антарктиды и Гренландии. Покровные ледники накрывают поверхность суши сплошным одеялом, независимо от рельефа. Они имеют форму куполов или щитов. В покровных ледниках лед движется от центра купола к его краям. Спускаясь к Мировому океану, языки ледника могут выдвигаться мелководные моря, образовывать плавучие шельфовые ледники. Горные ледники распространены в горных областях. Поскольку с высотой температура воздуха падает, температура воздуха падает, в горах всегда можно провести условную снеговую линию, выше которой снег не успевает растаять летом и накапливается в холодное время года. В горах ледники могут занимать вершины, углублений на склонах или горной долины. Если долины и ледники спускаются в предгоре, то они растекаются по очень большой площади. Как на ледники влияют изменения климата? Ледники очень чувствительны к изменениям климата. При понижении среднегодовой температуры воздуха тайная льда уменьшается. Ледники начинают наступать, толщина льда и скорость их движения увеличиваются. Потепление климата вызывает обратный процесс. Лед становится тоньше, и ледники отступают. С потеплением климата ученые связывают увеличение в последнее время количества айсбергов. Айсберги – это огромные куски льда, которые откалываются от покровных и шельфовых ледников и попадают в Мировой океан. Большая часть айсберга скрыта водой. Главными поставщиками айсбергов на нашей планете являются шельфовые ледники Антарктиды. Айсберги представляют серьезную опасность для судоходства. От столкновения с айсбергом заданул в 1912 году легендарный пароход «Титаник». Но айсберги могут приносить и пользу. Некоторые страны разрабатывают проекты транспортировки айсбергов к своим берегам, чтобы превращать их в пресную воду. Выводы. Подземные воды, болота и ледники – важнейшие хранилища пресной воды. В природе все взаимосвязано. Поэтому образование болот связано с изменениями уровня подземных вод. А ледники очень сильно зависят от колебаний климата, в свою очередь влияя на него. Ключевые слова и выражения. Водоносный слой, родник, минеральные воды, грунтовые воды, артезианская скважина, покровный ледник, шельфовый ледник, горный ледник, снеговая линия, айсберг.